Динамо Барнаул Здравствуйте, Елена. Ну вот, Ваша школа относительно молодая, новая для нашего региона, и она так очень амбициозно заявила о себе. Почему вдруг смена названия? Простым языком смена названия произошла, потому что многие родители не понимали параллели в городе. То есть было три Динамо. Было Динамо Барнаул, была Академия, точнее они и есть, и мы, как франшиза. Со временем мы приняли решение просто отказаться от названия и двигаться сами по себе. Динамо нам ничего, так скажем, не давало. То есть некая такая путаница была между трех клубов. Динамо вообще огромное. Никто не понимал, где, кто, как, что. Очень много было всегда вопросов. Вы какое Динамо? Что вы даете? Зачем вам нужно? Ну, в таком ключе. Очень много было всегда вопросов. И чтобы упростить и себе жизнь, и родителям, и вообще в целом детям, и всему Алтайскому краю было принято решение сменить название. Ну, вот название Динамо – это уже такой общеизвестный бренд, давно устоявшийся. Не получится ли так, что смена названия как-то отразится на вашей работе? Все остается прежним, все, как и было до этого. То есть мы работаем, развиваемся просто под другим брендом, под другим названием. Почему тогда Дионис? Почему именно это название? Название Дионис – это древнегреческий бог, бог веселья. И есть большая параллель, так скажем, прямая параллель, точнее, к Денису Михайловичу, к нашему руководителю, к нашему человеку, который все это открыл здесь. А параллель вот связана с именем, да? С именем, да. Чтобы пояснить зрителям. То есть Денис, Дионис отсюда. Если брать развитие детей до 12 лет, дети должны через игру, через веселье получать удовольствие, в первую очередь, от футбола. Нельзя их мучить и заставлять, нужно делать так и так и так. Они должны просто получать через упражнения, через задания, через игры, получать удовольствие от футбола, полюбить футбол. Изменится ли тогда что-то с точки зрения подготовки спортсменов? Вот сейчас вы говорите о некой такой легкости, удовольствии, да? А прежде, когда заходила футбольная школа, был такой очень серьезный посыл на то, что у нас очень серьезная и мощная подготовка. Ну, это все взаимосвязано, поэтому как бы в нашей подготовке ничего не меняется, у нас также остаются все наши методики, по которым мы работали. В вашей школе полтора года, молодая школа, но тем не менее какие-то вот первые результаты уже можно оценить, чего удалось достигнуть и что, может быть, еще пока не получается. У нас получилось набрать 2015 год, он получился очень сильным и очень конкурентным в городе. В городе мы выиграли множество турниров, достойно выступали. Это результаты детей, тренерской работы, деятельности. Плюс 2015 год, также повторюсь, он уже много куда съездил, он уже побывал во всех почти городах Сибири. Мы объездили пять, наверное, городов Сибири, съездили в Москву, буквально недавно приехали с международного турнира с Казахстана. И везде мы всегда в призах. Везде либо первые, либо вторые, как бы, да, там... Дети 2015 года, а сколько всего наборов, сколько лет? Наборов у нас по всей школе примерно 220 человек. Игровых годов у нас получается пять. И сейчас мы набрали уже 2016 год, уже запущен процесс по 2017 году, уже небольшой коллективчик там, скажем, образовывается. Они уже тренируются как отдельно, самостоятельно, поэтому ждем, что будет дальше. Есть ли результаты в отношении этих еще годов? Есть, есть. Определенно могу сказать, что 2016 год сейчас показывает скачок в своем развитии. Когда, допустим, мы приходили и начинали вместе работать, немножко было тяжеловато. То есть ребята не понимали наши требования. Сейчас они находятся уже давно в школе, наладились отношения, все, как бы, мы идем в нужном ключе. Я вижу прогресс, мы видим результат определенный. Как бы, турниров огромных мы пока еще никаких не посетили, но достаточно неплохо выглядим на уровне города, да. Могу сказать про 2014, про 2012 год и также про 2008 год. Чуть-чуть расскажу тоже. 2014 год вообще, так скажем, ребята пришли с улицы, не имея огромного какого-то там багажа знаний. Они пришли, мы им помогли, развивали. Сейчас они достойно выступают в турнирах. В этом году третье место заняли. 2012 год в этом году тоже третье место занял. 2008 год. Сейчас дети потихоньку начинают прогрессировать. Даже не потихоньку, кто-то там огромными шагами вперед скачет. И от этого снова начинает команда показывать результаты, призовые места. Всего лишь год прошел. Наш город испытывает очень большие проблемы со спортивной инфраструктурой. Я думаю, что и вы с этим столкнулись. Вот насколько остро вы ощущаете вот эту проблему и есть ли у вас какие-то планы, ну вот по ее решению, может быть, собственный взгляд школы? Согласен. Проблема это такая серьезная и остро ощущается она особенно в зимний период. Так скажем, в Сибири все-таки 6 месяцев зима и тяжеловато зимой находить спортивный зал и те же самые даже манеж. Он, к сожалению, один в городе. Там тяжело найти время очень сильно. Он забит полностью. И тяжело, так скажем, находиться в этом манеже вообще в априори. А спортивных залов тоже очень мало. То есть приходится в одном зале очень много времени брать и тяжело договариваться с этим. Приходится, допустим, вот мы сейчас из них выходим на улицу, из залов, и уже нужно договариваться на зиму о том, сколько времени мы будем брать. На следующую зиму. На следующую зиму уже договариваться, подписывать договор. Мы благодарны администрации, если брать лично нас. Нам выделили большой кусок земли. Мы будем заниматься строительством. Строительством чего? Спортивного. Вообще в планах построить, так скажем, спортивный комплекс на территории, где будет находиться и открытое летнее поле, и манеж. Но не такого масштаба, скорее всего, как у нас в городе уже есть. Такой более скромный, так назовем его. И, возможно, здание какое-то административное. То есть пока еще не придумали. То есть есть вероятность, что наш город прирастет еще одним спортивным объектом? Ну, есть большая вероятность. Бумаги уже подписаны. Какие еще есть планы по развитию школы в ближайшее время? В ближайшее время? Самая большая задача – это строительство. Что у нас дальше? Опять же, берем детей. Это выезда в другие города, в другие страны и по возможности в другие страны. То есть посещение каких-то турниров. У нас много спонсорских соглашений. Совсем недавно подписали огромное спонсорское соглашение с одной из самых крупных компаний города Барнаул, связанной со строительным бизнесом. Люди, большое им спасибо, они заинтересованы в том, чтобы развивать спорт, помогать спорту. Им интересен наш проект. Они готовы с нами работать, готовы с нами сотрудничать. Совсем недавно, вы, наверное, слышали об этом, открылся недалеко от Барнаула новый Ледовый дворец. И инвесторы этого объекта ставят перед собой задачи, ну, точнее, надеются на то, что уже через каких-то 8-10 лет будут звезды хоккея из Алтайского края. Вот в связи с тем, что и вы сейчас планируете построить новый объект, и, в принципе, молодая школа, какие-то подобные для себя задачи ставите, то есть можем ли мы надеяться, жители города и края, на то, что там через 10 лет у нас будут звезды футбола из Алтайского края? У ребятишек есть такой потенциал? Конечно, есть такой потенциал. Про любого ребенка могу сказать, что трудись, мы тебе будем помогать трудиться. Ты, главное, не забывай про то, что зачем ты здесь находишься и для чего тебе футбол. Нужно время на все, но потенциал есть.